Партийный десант «Единой России» мониторит реализацию народной программы в Новосибирской области. Сегодня на выездном совещании депутат Государственной Думы Олег Иванинский проверил стройку новой амбулатории в поселке Кудряшовский. Она рассчитана на 100 приемов в день. Подробнее Дмитрий Антипов. Сегодня строители расчищают площадку нулевого этажа после снегопада. Работать нужно быстро. Новое здание очень нужно местным жителям, которые жалуются. В действующей Кудряшовской амбулатории врачей мало, очереди большие, а профильных специалистов и вовсе нет. Приходится ездить в город с тремя пересадками, чтобы добраться до ближайшего эндокринолога или кардиолога. Сейчас что мы ждем от новой амбулатории? Конечно, нового здания, просторного, светлого, хорошего. Что было уютно и комфортно. И работать, и находиться там, и нам приходить. Получать медицинскую помощь. Что хотелось бы в новом, чтобы был штат увеличен в плане узких специалистов. Сегодня на стройке депутаты от партии «Единая Россия». Отмечают, строительство социальных объектов ведется в полном объеме. Кроме того, закладывают средства и на новые проекты. Вы видите, сколько строится жилья. И строительство амбулатории – это большой проект, который сегодня первичная звена, о котором говорит «Единая Россия». Вы видели, народная программа «Единая Россия» на выбор в Государственную Думу. Строительство сегодня. Новосибирский район, тому яркое подтверждение. И Криводановка запущенная, очищает целый ряд больших объектов, которые решают те острые проблемы. Приближение первичного звена. И президент Российской Федерации Владимирович Путин, выступая в последний раз, обсуждая, какие наиболее актуальные проблемы, говорил именно о первичном звене. В августе прошлого года «Единая Россия» запустила новый проект «Партийный десант», задачей которого входит мониторинг реализации народной программы партии. Амбулатория Кудряшовская, она будет составлять 100 посещений в смену. А сейчас у нас на данный момент работает три терапевта, работает терапевтический, педиатрический участок, лаборант у нас есть. То есть сейчас в данный момент укомплектованность штата составляет где-то порядка 89-90%. Всего на строительство этого медучреждения планируют потратить чуть более 200 миллионов рублей. Открыть новую амбулаторию планируют уже в августе этого года. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, Новости ОТС.